МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Елена Михайловская. Добрый день. В Беларуси запрещены полеты военной авиации в связи с падением самолета Су-25 под Новогрудком. Запрет вводится до тех пор, пока специально созданная комиссия не выяснит причины трагедии. Напомню, накануне при выполнении плановых полетов в районе авиационного полигона в Новогрудском районе произошло крушение штурмовика Су-25. По данному факту, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело. Однако, как сообщили в Минобороны, в параде на День независимости в Минске военная авиация будет участвовать. Подготовка к празднику уже началась. Сегодня в связи с проведением тренировок роты почетного караула к празднованию Дня независимости с 22 и до 24 часов будет закрыто движение всех видов транспорта по проспекту Машерова на участке от проспекта Победителей до улицы Даумана. Такие ограничения будут вводиться регулярно до 26 июня. Беларуси необходимо совместно со странами Европы создавать интернациональные научно-технические и образовательные центры. Об этом сегодня заявил премьер-министр Беларуси Михаил Масникович на встрече с представителями иностранных научных организаций и Национальной академии наук. Премьер отметил, что интеграция деятелей науки из разных стран мира позволит как можно скорее получать новые знания. А если в такие объединения будут входить не только научные работники, но и специалисты крупных компаний, работа будет наиболее продуктивной. Сегодня, когда экономики многих стран находятся в достаточно сложном положении, от науки, от ученых ждут новых проектов, новых идей. И в настоящее время, по-моему, они такие повышенные, я бы сказал, ожидания. И хотелось бы, чтобы они реализовывались в максимально короткие сроки. Если мы хотим быть конкурентоспособными, если мы хотим решать проблемы, которые перед нами стоят, нам нужны фундаментальные науки. Без фундаментальных наук мы не сможем достичь каких-либо инноваций. Нам необходимо делать очень серьезные инвестиции в науку. Необходимо развивать сотрудничество между Академиями наук Восточной и Юго-Восточной Европы. И у нас есть большое количество проектов, которые нам предстоит реализовать. В Беларуси сегодня начался основной этап вступительной кампании – централизованное тестирование. Абитуриенты уже сдали тест по белорусскому языку. Экзамен длился два часа. Есть адреналинчик, ну а как неплохо. Что-то вспоминалось со школы. В принципе, такие задания более или менее нормальные. Пришел, наугад поставил, да и все. Что-то знал, так ставил, а где неуверен был, конечно, наугад проходилось. Отмечу, впервые за много лет поменялись лидеры среди предметов вступительной кампании. Если раньше это была математика, то в нынешнем году русский язык. Тестирование продлится по 27 июня, резервный день сдачи экзамена – 4 июля. Начинаться испытания во всех учебных заведениях страны будут одновременно в 11 часов. В этот раз на тесты записались более 140 тысяч абитуриентов. Практически каждый третий планирует пройти испытания в Минске. Сертификаты по итогам экзамена будут выдаваться комиссиями в пунктах, где проходила регистрация. По маршруту из РИКСа были доставлены в Федерийской почте специальные сумки, в которых были разложены тестовые задания, чтобы вот этот был эффект внезапности и конфиденциальности. То есть никто не знает заранее, где в какой аудитории будет закреплен. После этого будут разданы по аудиториям сами задания. И потом наша работа будет заключаться, чтобы были равные возможности у абитуриентов. Кстати, разработчики вступительных тестов 2012 года почти исключили вероятность угадывания правильных ответов. С этой целью по ряду предметов увеличено количество вариантов в заданиях с выбором ответа из числа предложенных. Также у тех, кто имеет в сертификатах от 1 до 6 баллов, документы в вузы приниматься не будут. Такие абитуриенты смогут поступать только в учреждения среднего специального или профессионально-технического образования. Серия мощных взрывов потрясла и рак. По разным данным, в списке погибших уже более 60 человек. Свыше сотни ранены. Первый теракт произошел в городе Эль-Хила. Два начиненных взрывчаткой автомобиля взлетели на воздух около популярного у местных полицейских ресторана. Через некоторое время уже в столице страны, Багдаде, прогремели по меньшей мере 4 мощных взрыва. Атака была направлена против шиитских паломников, которые отмечают в эти дни религиозный праздник. Ответственность за теракты пока никто не взял. Снова неспокойно в Тунисе, чтобы избежать дальнейшего кровопролития, власти ввели комендантский час. Решение вызвано прокатившимися по стране беспорядками, которые спровоцировали салафиты. Они вышли на улицы в минувший понедельник, требуя закрытия художественной выставки, которая, по их мнению, оскорбляет ислам. Полиция попыталась разогнать собравшихся, но это лишь вызвало протестующих новую волну агрессии, которая вылилась в столкновение с правоохранителями и погромы. В разных тунисских городах были разгромлены и сожжены здания суда, полицейские участки и штаб-квартиры ряда политических партий и профсоюзов. Сотни людей получили ранения, 160 человек задержаны. Гуманитарная обстановка в отдельных районах Сирии значительно ухудшилась в связи с интенсификацией боев. Такие опасения высказывают представители Международного Красного Креста. Ежедневно в Сирии гибнут десятки людей. А накануне нападения у города Хафа, это один из запорных пунктов вооруженной оппозиции, подверглись наблюдатели ООН. По ним открыли огонь. По оценке заместителя Генсека ООН по миротворческим операциям, Сирия находится в состоянии полномасштабной гражданской войны. Футбольный поединок между командами Польши и России на чемпионате Европы вылился в массовые потасовки фанатов на улицах Варшавы. Напомним, матч закончился ничьей 1-1. Польские болельщики таким счетом оказались недовольны. Во время шествия россиян они начали провоцировать их на драку. В стычках пострадали более 10 человек, в основном польские фанаты. Чтобы остановить беспредел и не допустить дальнейшего накала ситуации, полиция была вынуждена использовать против разгоряченных болельщиков водометы. Задержано более 140 человек. Усилена охрана отеля в Варшаве, где проживают футболисты сборной России. Парламент Египта сформировал Конституционную ассамблею. В ее состав вошли 100 человек. Это в частности судьи, специалисты в области права и депутаты Нижней палаты парламента, где большинство принадлежит исламистам. Ассамблея предстоит разработать новый основной закон страны. Стоит отметить, что в марте парламент Египта уже избирал Конституционную ассамблею, большинство мест в которой досталось исламистам. Однако чуть позже этот состав был отклонен судом, как не отражающий мнений всего египетского общества. Фолкландские острова решат свою политическую судьбу на референдуме. Голосование запланировали на первую половину будущего года. Главный вопрос референдума о статусе территории. Фолкланды уже несколько десятилетий служат предметом раздора между Аргентиной и Великобританией. В 1982 году государства даже вели войну за территорию. В 2010 конфликт вновь обострился. Спровоцировало новый виток напряженности с Аргентиной решение Лондона о поисках нефтяных месторождений в прибрежных водах Фолкландов. И вот сейчас, в 30-ю годовщину Фолкландской войны, противостояние выходит на новый уровень. В Могилевской области задержана группа нелегальных мигрантов. Четверо граждан Афганистана прибыли в Беларусь еще в начале мая. Все это время они жили в одном из заброшенных домов на окраине Могилева. Нелегалы планировали перебраться в страны Западной Европы, куда ранее, по их словам, также нелегально переехали их родственники. Помощь в нелегальной миграции гражданам Афганистана оказывал 39-летний безработный могилевчанин. По предварительной информации, он был членом преступной группировки по перевозке мигрантов из третьих стран. Теперь ему грозит срок до пяти лет лишения свободы, а граждан Афганистана в ближайшее время депортируют из Беларуси. В Заславле из-за прорыва газопровода без газа остались 180 жилых домов. ЧП случилось поздно вечером. В городе прокладывали подземный кабель. В результате он был поврежден и был также поврежден газопровод высокого давления. Подача газа на этом участке прекращена. Сейчас специалисты устраняют прорыв. Ожидается, что вскоре газ в домах появится. Его концентрация в воздухе практически нулевая. Угрозы взрыва нет. Грозы, ливни и шквал. Такой заряд ненастной энергии обещают синоптики белорусам до конца недели. Повсеместно пройдут дожди. В большинстве регионов страны сильные и с грозами. Местами ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. А в центре Витебска после ночного ливня в тротуаре напротив амфитеатра снова образовалась впадина. Ровно месяц назад на этом же месте под землю провалилась девушка. Тогда яму засыпали, но плитка вокруг продолжала проседать. Накануне сильный дождь. Снова вымыл насыпанный песок и углубление расширилось. Выпуск продолжит спортивное обозрение Анжелики Урман. Заходите на наш сайт ctv.by. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии. 290-66-00 или 1-600-700. Хорошего дня и до встречи в 16.30. Субтитры создавал DimaTorzok